12.05 в Кирове, это дневной разворот, второй час, в студии все так же Николай Голиков и Юрия Афанасьева. И вначале мы, наверное, кратко подведем итоги нашего первого часа и подведем итоги опроса. У нас довольно-таки получился насыщенный информационный первый час, было очень высказано много мнений по поводу, напомню, предложения главы города Елены Ковалевой. Жителям города объявить войну, беспорядку и мусору. Но тут можно суммировать, что наши гости Анатолий Курбатов и Гребагин высказали главную такую тему, что большая часть мусора в городе образуется не благодаря тому, что жители бросают там пакеты. Не благодаря нам с вами. Не из-за нас с вами, если всем по-русски говорить, да, а именно потому, что у нас город сам по себе немножко неверно организован, то есть у нас неправильно устроены газоны, рано состригают траву, не дают ей расти, поэтому земля у нас, так сказать, рассыпается. У нас плохие тротуары. Нет ливневок. Да, то есть вот из-за этого, из-за того, что зимой мы посыпаем этой пескосоляной смесью, которая потом такой круговорот песка в нашем городе возникает. То есть это те вещи, которые горожане при всем своем желании исправить никак не могут. Кроме того, было высказано мнение Тамары Ашихмина о том, что как бы надо активнее предприятие привлекать к этому делу, как раньше это было распределить. Микрорайоны за предприятиями пусть наводят порядок. Ну и, соответственно, в семье и в школе вести активнейшую-активнейшую пропаганду. Вот такое как бы общее мнение, которое были высказаны по поводу инициативы. И последнее, что у нас хорошо очень суммировал наш последний спикер Андрей Юсенко. Просто я вспомнил, как мы до него дозванивались. Он сказал, что, конечно, да, такой эффект разбитых стекол, что если одно стекло в доме разбить, то мгновенно будут разбиты все остальные. Поэтому, конечно, хорошо бы для начала навести порядок в городе. Если он будет порядок, тогда и люди будут меньше мусорить. То есть люди, администрация должна взять на себя обязанность навести порядок, а люди должны взять на себя обязанность не мусорить, уже не нарушать его. И давай еще подведем итоги опроса ВКонтакте и на нашем сайте. Мы вас спрашивали, когда же в Кирове станет чисто? Большинство проголосовавших ВКонтакте чисто станет, если кировчане проявят гражданскую позицию и не будут мусорить. ВКонтакте на второй позиции вариант ответа чисто в Кирове не будет никогда. За него проголосовало чуть более 21% наших слушателей, тех, кто заходит в ВКонтакт на нашу страничку. На сайте в Кирове станет чисто если. Самый популярный вариант, если пополнят штат дворников 37,5%. И второй по популярности вариант, видимо, все-таки есть реалисты. Чисто в Кирове не будет никогда 25%. И, кстати, насчет дворников. Забыл, у нас слушатель как раз был, который сказал, что если профессию дворника сделать более престижной, условно говоря, по-русски говоря, просто больше платить, то в город очень быстро станет чистым. Так, ну что же, резюмировали. Я думаю, что самое время анонсировать тему нашего второго часа. У нас гости из нашего любимого политеха. Опорного вуза, да. Я привыкла его так называть. Я училась в политехе. Ты тоже училась в политехе, между прочим. Хоть меня оттуда и выгнали, но я все равно самое лучшее воспоминание о нем. А меня не выгнали. Я закончила с красным дипломом. Социально-экономический факультет. Итак, у нас в гостях Константин Бажин, проректор по стратегическому развитию и проектной деятельности опорного вуза. Константин Сергеевич, добрый день. Добрый день. И Мария Садокова-Ильина, руководитель пресс-службы опорного вуза. Мария, добрый день. Добрый день. Я прошу прощения за эту фабильярность. Про политех. О чем же мы сегодня будем говорить во втором часе. Национальный фонд подготовки кадров выделил деньги на реализацию проектов студентов ВИАДГУ. Мы сегодня поговорим о том, что это такое за фонд, что за конкурс и какие же проекты будут реализовывать. Давайте начнем сначала. В чем суть этой истории? Вы подали... Можно вот я такие свои пять копеек ставлю? Мне очень фраза такая как-то смутила. Национальный фонд подготовки кадров выделил деньги. Но сейчас, по-моему, никто ничего не выделяет. Надо их выигрывать каким-то образом. Так ли оно было, Константин? Действительно, здесь целесообразнее говорить о конкурсе. Сегодня программа опорных университетов финансируется на конкурсной основе. И один из операторов этой программы, Национальный фонд подготовки кадров, как раз подводя итоги работы опорных университетов уже за второй год, он, соответственно, объявил конкурс вот этих лучших управленческих практик, причем не только теоретических, когда разрабатываются непосредственно университетом, но еще и сотрудничество студентов. Для НФПК и для министерства сегодня важно, что эти мысли, проекты опорного университета, они прежде всего реализуются студентами. Университет подавал конкурс, разумеется, мы были приняты, соответственно, наша заявка оказалась лучших среди 32 подавших, 13 выигравших, и, соответственно, на первом месяце среди 13 лидеров признанных. То есть конкуренция была довольно высокая, как я понял? Ну, безусловно, мы понимаем, что за это не столько вопрос денег, а сколько вопрос статуса и оценки качества работы опорного университета. То есть между собой конкурировали опорные вузы разных регионов. Совершенно верно. И наш оказался лучшим, так что не зря мы там учились. Абсолютно не зря. Ну, слушай, Николай, у нас здесь в студии сидит 4 человека. Два сотрудника опорного вуза и два выпускника опорного вуза. Ну, я тоже выпускница опорного вуза. Я не выпускник, я отучился там ровно полтора года. Ну, собственно, какие еще нужны доказательства? Все лучшие люди опорного университета. Связанных, скажем так, причастных к этому вузу. Это, наверное, так. Да, давайте поговорим подробнее о тех проектах, которые вы представили на конкурс. Я так понимаю, их было 14. Проектов было в реальности больше. Мы представили 38 инициатив, но уже организаторы посоветовали нам по итогу, признав нас победителями, все-таки уменьшить до 14. Вот именно эти 14 сегодня будут выходить на всероссийское голосование. И вот уже из них будут подбираться лучшие из лучших в целом среди тех 13 вузов, которые были призваны победителями. То есть это был как-то еще какой-то этап первый, то, что мы говорим. То есть дальше будет еще некое голосование? Ну, мы как университет уже подтвердили свое право, то, что работали хорошо, и в этой части у нас есть чему поучиться. К нам приедут коллеги 20-21 ноября сюда, в Кировские опорные университеты. А вот для того, чтобы выбрать лучшие 13 студенческих инициатив среди всех вузов, вот для этого мы как раз заявили уже 14, которые в дальнейшем выйдут на голосование. Будет открытое голосование на сайте опорных университетов, и я думаю, что наши местные сообщества, наши горожане, кировчане, вообще жители Кировской области проголосуют за те студенческие проекты лучшие, которые будут потом влиять на развитие нашего региона реально. Мария, так надо сказать кировчанам, куда зайти и где проголосовать. Когда будет открыто голосование, мы обязательно проанонсируем, потому что это очень важно, чтобы наши студенческие проекты, они выиграли сначала на нашем уровне, потом они переходят у нас на российский уровень. И лучшие студенческие проекты, потом ребята-студенты поедут уже в министерство образования, и там будут проводить у них классные тренинги, и уже вот эти уже проекты, они будут у нас самыми-самыми. То есть вот подождите, у нас сейчас наш опорный вуз уже победил в конкурсе фонда подготовки кадров, правильно? 14 проектов. И то есть финансирование на них уже открыто будет, да? Оно уже на них открыто, с 1 ноября мы получаем финансирование на их деятельность. Но еще будут выбраны дополнительно 13 лучших проектов. По России по всей уже, да? По России, да, среди всех опорных вузов, которые заявлялись на этот конкурс. Вот смотрите, в число победителей вошло 13 вузов, и вот из этих 13 будет выбрано по одной наиболее яркой инициативе в формате презентации, чтобы потом можно было представить перед всей страной. Предполагается, что именно эти вот по одному лучшему студенту от каждого вуза поедут в начале декабря в Белгород, когда будет очередной форум всех опорных университетов с участием министра. И вот там уже они министру будут показывать, рассказывать, обосновывать свою лучшую практику. Даже не столько проект, а этап результата его реализации и внедрения. Ну, то есть победителем второго вот этого этапа конкурса будет всеобщее почет и уважение, а деньги у них уже, собственно, есть. Конечно, да, безусловно. Вот давайте на этом прервемся на небольшой перерыв. Да, буквально 40 секунд. Очень хочется узнать, о чем же все-таки были проекты, но об этом во второй части нашей программы. Мы возвращаемся в эфир. Это «Дневной разворот». Николай Голиков и Юлия Афанасьева. И мы продолжаем разговаривать о конкурсе Национального фонда подготовки кадров. Этот конкурс выиграли студенты нашего опорного вуза. 14 очень интересных проектов они на него представили. Уже есть деньги на их реализацию. И сейчас мы поговорим подробнее, что же это за идеи. У нас в студии, напомню, по-прежнему Константин Бажин. Это проектор по стратегическому развитию проектной деятельности ВИАД ГАУ. И Мария Садакова-Ильина, руководитель пресс-службы нашего опорного вуза. Да. Давайте про проекты. Что это за проекты? И чем они так удивили? Наверное, они удивили, прежде всего, конкурсную комиссию своей системностью. То есть они в целом сгруппированы по трем направлениям. Условно это образование, условно наука, условно городская среда развития местных сообществ. И вот по каждому из них мы предложили свои инициативы. Если, например, говорить о образовательной деятельности, то здесь мы заявляли проект, который сегодня реализуется, доступная среда в сфере культуры и туризма Кировской области для людей с инвалидностью. Не так давно был День туризма. Ваши коллеги тоже принимали участие, видели. Студенты разработали и реализовали инициативу, связанную с тем, что мы показываем город Киров для людей с инвалидностью. Это были специальные программы, при необходимости это были сурдопереводчики, при необходимости это были волонтеры, которые физически помогали забраться в автобус и выйти из него. То есть именно адаптированная программа, которая рассказывала о красотах нашего города, нашего авиатского края. Это один из проектов, который был, соответственно, получил дальнейшую поддержку. Здесь в 2017 году мы уже реализовали 7 таких мероприятий, акций, и рассчитываем, что дальше он также будет продолжаться. В части, например, научных проектов, но один из наиболее, наверное, известных, это проект Монтспрей, когда студенты нашего вуза вышли с этой инициативы, разработали специальный светоотражающий спрей, и сегодня он как раз решает задачу освещения, подсветки пешеходов в темное время суток. Нет смысла о нем дополнительно говорить, все о нем знают. Это исключительно студенческая инициатива, которая переросла в все необходимые этапы. Сначала это был некий замысел, его успели реализовать, затем он был представлен, поддержан на соответствующих конкурсах. Сегодня это уже малый инновационный предприятие, когда студенты непосредственно реализуют этот продукт, и его можно приобрести. То есть полный цикл, и именно это, видимо, и привлекло внимание экспертов. То есть уже такой действующий проект, вполне себе оправдавший. Безусловно, если мы сейчас поищем в интернете, мы можем его приобрести и заказать. Потому что когда у нас здесь были представители госавтоинспекции, одно из первых, что они сказали, что самая главная проблема – это темное время суток, потому что осень, снега нет еще пока, и водители просто не видят тех, кто переходит улицу даже по пешеходному переходу, что это очень актуально. Вот и то, что мы довольно-таки часто говорили, вот есть студенческие инициативы, они далеки от народа, вот эти проекты показывают, что, наоборот, очень близки. Например, одна из разработок наших студентов-химиков – это средство для огнебиозащиты древесины. Сегодня это, опять же, мы говорим о Нордводе. Оно не раз презентовывалось уже на выставках. Это выпускается сегодня в промышленных масштабах. То есть, опять же, люди могут сохранить свое жилье, прежде всего деревянное, используя разработки студентов опорного университета. И вот, опять-таки, один из проектов, который мы заявляем. И, опять-таки, надо подчеркнуть, что это очень актуально, потому что как раз деревянное домостроение сейчас активно в России пропагандируется, на самом верховном уровне поддерживается. Кстати, у нас же здесь проходила вот эта вот всероссийская акция как раз по деревянному домостроению. Это один из пунктов, который всегда препятствовал развитию домостроения. Это вот то, что горючая штука, да, необработанная. Ну, это такая история про жизнь, абсолютно про жизнь. Ну, по сути, мы только что сами завершали час подведением предыдущей темы. Вот здесь как раз в тему проект наших студентов, айсблок, это покрытие для снижения образования наледей. Вот о чем мы говорили. Он нам обещает сегодня к вечеру похолодание. Мы понимаем, что вот это все, что сейчас, оно будет преобразовываться. Я с ужасом жду сегодняшнего вечера. Я тоже. Как возвращаться на автомобиль, это отдельная песня будет. И вот этот проект, опять-таки, разработка, конкретный химический состав, способ его нанесения, производство и так далее, это все-таки то, что сегодня разработано, презентовано. И причем это было впервые заявлено не столько вот здесь, это получило свою обкатку на ИВОГе, на иных форумах. То есть это именно уже доведенное до реализации идеи и продукта. А скажите, пожалуйста, вот этот продукт в сравнении со своими конкурентами либо в сравнении с песко-соляной смесью, он дорогой? Ну, сейчас я не готов назвать цену вопроса. Он конкурентно способен. И вот если говорить, по-моему, даже наши студенты и наши научные такие группы, команды, они, наоборот, смотрят цены, которые представлены на рынке, и они, по-моему, даже ниже, намного ниже, вот эти все научные разработки, вот эти все жидкости, химические реактивы, все остальное, оно на показатель, даже если не на два, ниже в ценах, чем есть на рынке. Тем более, если вспомнить, что вот это наша любимая песко-соляная смесь, так сказать, она требует еще столько дополнительных усилий от города и столько затрат, когда мы ее летом метем-сметаем и так далее. Вот так что тут надо тоже учитывать дополнительные вещи, которые при таком современном способе обработки, они просто не нужны. А у вас пока некая пробная партия или вот прям уже развернуто производство, вы уже можете производить? Там небольшое производство. Оно еще, конечно, не выходит на глобальный там, да, производственный уровень. Но вот я думаю, что за счет того, что у нас есть сейчас деньги, за счет того, что у нас студенты вот такие инициативные, такие активные, я думаю, что это все просто, не знаю, ну, время нужно небольшое, чтобы это все пошло уже на большие производственные объемы. Мне кажется, тут еще и муниципалитет наш должен заинтересованность проявить. К вам должны стоять в очередь. То есть как бы все критикуют, ругают, а здесь прямо у нас в УЗИ все это создано. Господи, мне кажется, и муниципалитет может все у нас в этом поучаствовать, потому что им проще это будет. Управляющие организации, я же с ними, да, конечно. А вот скажите мне, наверное, да, мы к проектам еще вернемся, потому что перечислили вы по четыре проекта, их всего 14. Реально очень интересно, о чем же остальные. Вы как-то дружите в этом плане, либо с городской администрацией, либо с правительством области, потому что зачастую там стараются придумать какое-то решение, изобрести велосипед, а на самом деле за решением ходить-то далеко не надо. Площадь перейти. Как-то вы сотрудничаете? Безусловно, дружим, потому что ведь вспомним предысторию вопроса. Это был не конкурс студенческих инициатив, это был конкурс управленческих практик, взаимодействие вузов с регионами. И то, что мы сейчас называем проекты, эти проекты попадали в разделы научной, науки, проекты попадали в разделы развития местных сообществ городской среды. И вот здесь была такая общая университетская практика, например, университет активный субъект экологических преобразований, и там масса фраз, действий и прочего. И вот как пример это уже студенческие проекты. Поэтому если мы вспоминаем там недавнее событие, когда было заседание общественной палаты, посвященное развитию городских территорий, городских микрорайонов, наши коллеги вместе с ректором университета выступали и предлагали свою точку зрения. И вот тот квартал 119, о котором мы говорили, который тоже, кстати, был в числе вот этих заявленных инициатив, это не что иное, как способ дружбы. Да, есть студенческие инициативы, есть образование активных граждан микрорайонов города, это условное название, точнее, правильно приписанное название квартал 119, сейчас мы его распространяем на всю территорию города, это как раз был один из способов своеобразной дружбы. Сегодня мы рассчитываем, что эти проекты, созданные вот в таком квартале 119, они получат, войдут в программу развития микрорайонов уже на 18-й год. То есть уже конкретную программу развития микрорайонов в городе Кирова имеется? Да, конечно. Вот этих дворовых территорий, вот эти ТСЖ, которые были созданы, активные жители, мы рассчитываем, что с нашей помощью они зайдут в эту программу и получат финансирование на 18-й год. Но здесь такой вопрос, Константин, вы рассчитываете или вы каким-то образом все-таки эту тему продвигаете? Безусловно, мы являемся объектами этой деятельности, поэтому мы знаем, кто это люди, мы их объединили. По началу года вы видели, мы проводили массу встреч, бесед, праздники в этом квартале устраивали и прочее. Сотрудники университета делали профессионально выполненные эскизные варианты дворовых территорий и так далее. Это было предметом обсуждения инициативных жителей. И вот сегодня, когда мы говорим, мы рассчитываем, мы как раз ведем речь в том, что сейчас наша задача грамотно подготовить заявки, чтобы вот эти инициативные ТСЖ, советы домов вышли на конкурс и, соответственно, с нашей помощью победили. Буквально вчера с коллегами мы обсуждали мысль о том, что университет готов сегодня разработать эскизные проекты, которые являются одним из условий подачи заявок. То есть мы готовы взять на себя как раз... Самые проекты, которые очень многих тормозят, потому что люди не знают, как за ним взяться и как их сделать. И вот это вот все в комплексе как раз и называется инновационной моделью управления. Давайте еще поговорим, про что были проекты. Ну вот если продолжать дальше идти по перечню, то, что уже было и что наверняка все оценили. Летом мы на театральной площади в рамках одной из летних ярмарок проводили акцию по определению качества воды. Сегодня многие горожане имеют приусадебные участки, имеют дачу недалеко и так далее. Вопрос, что мы пьем, что с этим необходимо делать, весьма актуален. Но опять-таки нехватка времени, недостаток ресурсов, нехватка знаний. Куда с этим обратиться, куда прийти? Мы помним, какое было огромное внимание жителей с какими баночками, бутылками они приходили, чтобы сдать это все. Каждый получил свой ответ. И сегодня это было оформлено в качестве одного из проектов, как раз по улучшению качества жизни, проект по анализу воды. А вот, Константин, у меня, кстати, вопрос по поводу этой акции. Я помню, как она проходила, я помню даже, как все это выглядело. Вот у вас есть какие-то для себя обобщающие данные, потому что принесли кировчане? То есть насколько у нас вообще это сложная проблема с водой, с чистой? Ну, давайте я отвечу. Это есть у химиков. Да, у химиков, не за кировчан, за один из районов Кировской области. Вот из того, что... Ну, для меня, например, было удивление, приятное удивление, что качество водопроводной воды отвечает необходимым требованиям. То есть мы специально давали на слепые просмотры эту воду. Результат был вполне позитивный. И в единственном случае была рекомендация установки просто, ну, элементарного, самого дешевого угольного фильтра, чтобы снять естественную, природную, повышенную содержание извести в воде. Жесткость. Да. Так называемая, да? Все остальное было в пределах... С водопроводной водой у нас... Это был анализ именно водопроводной воды, собственно, из-под крана. А много кировчан приняли участие в этой акции? То есть вот реально принесли вам воду на анализ? Более тысячи кировчан у нас побывали на Театральной площади как раз в эту акцию. Нет, 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 это была очень забавная картинка, потому что так вот... В это время еще проходила яма. Когда люди с этой посудой, так забавно было. Я помнил, что это акция, но они сразу же обратили, куда они так пошли-то, знаешь. Чем это привлекло? Интересно было. Потому что есть же у нас, да, вот качество воды у нас проверяют разные инстанции, но за большие деньги. Не у всех бабушек, не у всех пенсионеров есть такие деньги. Есть возможность. Есть возможность. Тут это было безвозмездно, бесплатно. То есть вот мы сбирали воду, и через 2-3 недели люди уже знали, то есть уже знали качество, уже знали, что там у них в этой воде. И какие-то рекомендации, что с этой водой лучше всего делать. Потому что у нас где-то тоже природное по железу превышение, где-то по бору, там вот по таким вещам, и люди просто не знают об этом. И очень оперативно делали анализ, делали тестирование, и сразу же давали на бумаге, там у кого есть электронная почта, перекидывали на электронную почту документы. Кто-то приходил, там вот пенсионеры прям приходили вечером за этими документами смотреть рекомендации и все это. Но люди были благодарны, действительно, потому что, ну это очень... Это реально полезная вещь, да. Да, полезная вещь. И я думаю, что мы на следующий год тоже так же будем проводить реакцию. Ну так, и проект попал в число победителей, значит так, что будем ждать снова нашествия людей с баночками на площади. Так, знаете, у нас, наверное, нужно прерваться на небольшую рекламу, да, вернемся очень скоро в эфир, мы обсуждаем с коллегами из нашего опорного вуза, победившие проекты на конкурсе Национального фонда подготовки кадров, говорим о том, что будет в Кирове реализовано. Сейчас уходим на небольшой перерыв и вернемся. Мы возвращаемся в эфир, это Дневной разворот, Николай Голиков. И Юлия Афанасьева. Ты таким голосом меня представляешь, что я каждый раз теряюсь. Ну, не могу иначе, понимаешь, ну что делать. Так получается само. Мы сегодня говорим с гостями из нашего опорного вуза, у нас в студии Константин Бажин, проректор по стратегическому развитию проектной деятельности, и Мария Садакова-Елина, руководитель пресс-службы опорного вуза. А говорим мы о победе проектов опорного вуза на конкурсе Национального фонда подготовки кадров, который уже выделил деньги на реализацию 14 проектов студентов ФИАТГУ. В первой части программы мы более подробно рассказали о том, что это за проекты. Вот есть желание еще какой-то интересный проект выделить, и дальше уже про деньги поговорим. Да, очень интересный проект, мы уже граждане с этим проектом познакомили, у нас есть такой проект арт-преобразование городской среды. То есть несколько уже таких интересных мероприятий прошло, это арт-музей, да, у нас ночь в музее, у нас был арт-ботанический сад. За ботанический сад низкий поклон. Да, пожалуйста. И вот, кстати, опять же, наверное, про нас... Я даже запомнил, что там еще был арт-буфет. Был арт-буфет, да, была очередь. Так все преобразуется быстро, да, вот мы будем с тобой арт-ведущие. Кто о чем, Николай? И этот проект, он продолжается, он вообще у нас очень сильно развивается, наши преподаватели вместе со студентами делают такие интересные вещи. Я хочу пригласить всех горожан, гостей нашего города, у нас 3 ноября будет арт-ночь искусств. Ну, это такая федеральная такая ночь, вот в инженерии она тоже будет, да? Да, 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 и это будет у нас интересно искусство в цифре, то есть там будут у нас очень интересные партнеры, это компания Имлайт, это у нас театр Наспаска, который покажут, ну, не знаю, удивительные какие-то свои небольшие спектакли, это будут студенты, которые покажут свои интересные инсталляции, то есть я приглашаю всех с 16 до 22 прийти к нам на ночь искусств. Так, 3 ноября, это пятница, с 4 до 22 часов в инженериуме ВИАДГУ. А лучше бы с 22 до 4. Ну, вот у нас... Это кому как, Николай? Все-таки ночь. Да, то есть и мы этот проект, мы продолжаем его развивать, это будут еще интересные находки какие-то, потому что, ну, студенты у нас в этом году очень креативят, и студенты у нас очень интересные идеи воплощают, так что вот этот проект тоже выиграл. Ну, и наш любимый проект, который тоже был федеральным и стал уже нашим родным, наверное, да, это фестиваль науки. То есть фестиваль науки каждый год мы пытаемся найти новые площадки, мы привлекаем студентов, студенты тоже начинают креативить, а какую-то еще интересную площадку придумать. То есть вот фестиваль науки у нас тоже стал одним из проектов, которые выиграли. Как прекрасно, то есть в следующем году фестиваль науки точно пройдет. Он будет еще интереснее. Еще интереснее. Конечно. Ну, вот смотрите, у вас получается, что вот эти вот проекты, в том числе вот этот арт преобразования города и фестиваль науки, они же как бы выходят за стены политехнического нашего, опорного нашего гуза, простите, по старой памяти, простите, пехоте. То есть это уже на самом деле идет реальное какое-то немножко такое преобразование городской среды, да? А вот как наша любимая администрация города к этому относится? Как-то содействует вам у вас какой-то контакт нормальный с ними в этом плане? Ну, конечно, нормально. Конечно, нормально. А она на вас просто молится. У нас совместно есть мероприятия, конечно же, и городская администрация, и правительство Кировской области, они вместе с нами, кстати, и площадки фестиваля науки, есть и федеральные некие организации наши городские, которые принимают очень такое активное участие в фестивале науки, то же самое и в арт преобразования городской среды тоже. Ну, ботанический сад, понятно, что администрация города, это центр города, им интересный, наверное, важно, чтобы там было все классно. Мне кажется, знаете еще, что очень важно вот в этой всей истории? Мы в этой студии уже не один раз обсуждали тему, как же удержать в городе Кирове молодых людей, сделать так, чтобы лучшие умы не уезжали, а оставались здесь. И мне кажется, что вы придумали на самом деле очень крутой и классный способ, потому что когда ты уже что-то своими руками реализовал в городе, придумал какой-то проект, ты уже вовлечен, гораздо сложнее вот все это бросить и куда-то переехать. Ты уже иначе мыслишь. Тем более, да, тем более, что, посмотрите, в учебный процесс, в учебное образование, в учебный процесс университета у нас вошла проектная деятельность. И мы ее очень сильно развиваем. То есть у нас ребята получают не только теорию, не только там уходят на практику, в какое-то определенное время, а в течение семестра, в течение нескольких лет они проходят еще и проектную деятельность. То есть день есть проектная деятельность, например, у гуманитариев, у журналистов, которых я очень хорошо знаю и люблю, у нас каждую неделю в четверг-пятницу это проектная деятельность. То есть там никакой теории. Они приходят и чисто получают практические знания, начиная с первого курса, уже по своей будущей специальности, например, журналистика, пиар, реклама. Проектная деятельность у нас есть, и у технорей тоже самое. Ну, это очень интересно. То есть это вообще история про смену мышления? Да, да. Это прекрасно. Давайте про деньги еще. Про деньги. О, ну вот, только так. Прекрасные. Моя, моя, нет, подождите. У тебя такая ассоциация, не условно, прекрасные, словом деньги. Нет, секундочку, Николай, я с тобой поспорю, потому что даже на хорошие дела нужны деньги. Поэтому это важно. На хорошие дела нужны хорошие деньги. Вот сейчас и спросим, сколько денег? Ну, это не секрет. По условиям конкурса мы получили максимальную сумму 3 миллиона рублей на реализацию этих инициатив. Это вот инициативы, которые стали победителями. 14 инициатив, да. Ну, здесь мы должны понимать с вами, что, во-первых, эти деньги выделяются нам до конца года. То есть, когда мы 3 миллиона начинаем делить на 2 месяца, это уже существенно больше. Это лучше, чем на 12. Да, и кроме того, это уже заявка на то, что и в 2018 году мы продолжим получать финансирование по программе опорного университета. Там совершенно другие суммы. Мы, опять же, в этом году распоряжаемся цифрой 120 миллионов рублей. Но это тоже как бы бюджетное финансирование. И это тоже бюджетное финансирование. Потому что НФПК эти средства выделяют из своих контрактов, которые были переданы им по контракту с Министерством образования. То есть, получается так, что факт, что вы победили в этом конкурсе, он как бы позволяет вам, надеясь, в следующем году вы будете получать еще другое финансирование. Вот это вот, да, сохранить сами. Это статус. У нас по программе предусмотрено трехлетнее финансирование. Второй год у нас завершается. И мы рассчитываем на средства еще и 2018 года. Это как раз участие вузов в конкурсных мероприятиях Миногой науки. Победы в этих мероприятиях. Участие в заявлении своих инициатив и их реализации. Это как раз подтверждение того, что мы неплохо поработали. И мы имеем право на продолжение финансирования в 2018 году. — А вот эти вот 3 миллиона на эти 14 проектов, они каким-то образом распределятся вот равномерно, как Юля посчитала, 214 тысяч на душу? — Да, я поделила 3 миллиона на 14 проектов, получила 214 тысяч с копейками на проект. — Либо там уже в зависимости как-то. — Да, исходя из чего делить будете между проектами. — Мы с вами в перерыве сейчас говорили, уже исходя из запросов и потребностей. Кому-то есть проекты весьма неплохо реализованные. Им необходимо дополнительный толчок и поддержка. Это может быть цифра 50-100 тысяч рублей. И, соответственно, условно высвобождающиеся от среднего значения могут быть переданы другим проектам, где требуется гораздо больший объем поддержки. — То есть это не приговор не по 200, а кому-то 50, а кому-то в зависимости от того, чтобы этот проект дальше развивался и жил. — Да, конечно. — Так получается. — Так, а вот скажите мне, пожалуйста, ребята, которые писали и будут реализовывать эти все проекты, они кто? Они в большей степени ученые, они гражданские активисты. Вот как вы их сами для себя характеризуете? — Для нас это прежде всего студенты нашего университета, потому что за каждым из проектов стоит студенческая команда, и у каждого из них есть своя фамилия, имя и отчество. — Многие из них являются авторами проекта от начала до конца, хотя есть смешанные коллективы, но даже и там ситуация роста. Когда проект зарождался, это был, например, студенческий проект «Бакалавр плюс магистрант», сегодня магистрант стал сотрудником вуза, и вроде бы уже преподатель, но при этом вот эта связка студент плюс преподатель, она, конечно, остается. Поэтому студенты, за каждым проектом стоят студенты, которые готовы их презентовывать и дальше реализовывать. — Какие-то новые проекты ожидаются? Видите, как в зачатке вот они идут уже перспективные, скажем так. — Ну, безусловно, да, у нас для этого неплохо реализовывается второй год уже проект «Проектная школа». — Проектная школа. — Да, ну вот, понимаем, с русским языком здесь не все однозначно, но тем не менее. — Ну, нормально, главное понятно. — Совершенно верно. Проектная школа и вот это своеобразный конвейер. Если на входе у нас было около 500 инициатив различного содержания, качества, актуальности, проработанности и прочим, то на выходе мы получили выдержку уже из гораздо меньшего количества проектов. Но вы помните результаты Иволги этого года. Мы знаем, что Кировская область существенно продвинулась по результатам 2017 года в сравнении с 2016 годом. И, соответственно, существенная часть проектов была поддержана, причем федеральными деньгами, когда студенты вернулись с Иволги, получили сертификаты на реализацию своих проектов. И это, опять же, вопрос денег. Да, мы сегодня говорим с вами о цифрах в трех миллионах рублей, но вот фраза, когда деньги начинают генерировать другие деньги, это как раз вот наш случай. — Гораздо интереснее, да, получается? — Так. — Так. — Ну, можем рассказать еще о каких-нибудь проектах. — Да, конечно. — Вот очень интересный проект, наверное, он только-только у нас, да, начинает. На него, по-моему, еще даже не было денег. — Вот я как раз хотел спросить о том, что же в перспективе, что будет выигрывать в 2018 году. — Очень интересный проект «Бонусы за пятерки» для школьников. У нас есть очень интересный, классный, креативный директор Института математики и информационной технологии. В этом году у нас новый директор Антон Зимцов. — Угу. — Знаем. — Он был на студии неоднократный. — И вот этот человек тоже с генерацией таких идей. И вот у них есть интересный очень проект «Бонусы за пятерки». То есть в чем заключается проект? — Школьникам за пятерки автоматически начисляются баллы на транспортную карту. Она же, эта карта у нас же, там, и питание, да, школьники производят. И эти баллы они могут потом использовать в качестве оплаты. — За транспорт, за… — Сладкие булочки в буфете. — Да, городские театры, музеи, театры, кафе. — Вот как раз не за сладкие булочки. Мы говорили с организаторами и с потенциальными партнерами, а есть у нас этот перечень, что вот эти бонусы могут быть использованы исключительно в социальных сфере. — На что-то полезное, да? — А булочка — это не полезно, да? — Ну, смотря с какой стороны посмотреть. — О билете в кинотеатр, мы говорим о билете в музей и прочая вещь прежде всего. — А кто деньги начислять будет? — Ну вот это, мы пока это прорабатываем, Антон, прорабатывает механик, что это аналог вот такого проекта «Спасибо Сбербанка». То есть вот надо понимать, конечно же, откуда будут деньги. — Ну, технологическая платформа здесь у нас известна, есть система электронный журнал, и вопрос вот совмещения двух систем, он сегодня достаточно прозрачен для нас. Предварительно есть компании, которые готовы это делать, потому что мы в реальности понимаем, и сегодня есть немало партнеров, которые оказывают эти бонусы, эти скидки, но при этом тут появляется, ну, больше, наверное, обоснованность и прозрачность этих вещей, и вопрос получателя. А для себя мы дополнительно решаем задачу еще и такой материальной стимулирования как раз к качеству обучения. — Ну, это на самом деле действительно очень интересно, и вот меня очень радует обучение проектному подходу, вот правда, потому что специальности, все, что про журналистику, все, что про пиар, все, что про рекламу, это абсолютно проектный подход, это не люди процесса, это люди проекта, и этому реально нигде не учат. — Вот мы начинаем этому учить, и я думаю, что это у нас будет очень продуктивно, и потом ваше будущее. — И поверьте, все, что про инженеров, все, что про химиков и про учителей, это тоже проектная деятельность, потому что мы все с вами рассчитываем, и в этой студии говорили, как попасть к хорошему воспитателю, как попасть к хорошему учителю, а он хорошим не становится по факту получения диплома. — Это проектная деятельность, она, конечно, для всех сфер деятельности сегодняшнего вуза, она необходима. — Это совершенно, да, иной способ мышления, и сразу плюс 500 к компетенциям при будущем трудоустройстве. Ну что же, давайте, наверное, завершать, да, этот час? — Да, это очень хороший был час, я думаю, даже жалко его как-то завершать, потому что все так хорошо, позитивно, и из перспективы, что мне очень понравилось. — Да, мы ждем новых идей и новых проектов, и, разумеется, со своей стороны готовы вас максимально поддержать в плане освещения, потому что идеи действительно важные, нужные, полезные. — В том числе и для нас лично. — Отлично, конечно. — Ты бонусы за пятерки хочешь получать? — У меня мальчик, который мало пятерок получил в этой четверке. — Вот будет мотивация как раз к этому. — Так что это очень меня волнует. — У нас сегодня были в студии Константин Бажин, проректор по стратегическому развитию и проектной деятельности опорного ВУЗа, и Мария Садокова-Ильина, руководитель пресс-службы опорного ВУЗа. Николай Голиков. — Юлия Афанасьева. — Спасибо за эфир. — Всего доброго. — Всего доброго. — До свидания. — Субтитры подогнал «Симон»